Мы продолжаем наши уроки, посвященные вопросам исламских убеждений. На прошлом уроке мы начали разбирать вопрос о свободе выбора человека. Обладает ли, согласно исламским убеждениям, человек свободой выбора? Ответственен ли он за свои поступки, за свои деяния, за свои убеждения? Или нет, он является вынужденным в своих поступках, в своих деяниях, и, как следствие, никакой ответственности за них не несет или, по крайней мере, не должен нести никакой ответственности за свои деяния. Итак, мы разобрали историческую сторону, отчасти историческую сторону этого вопроса, и сказали о том, что многобожники Аравийского полуострова также придерживались убеждений о том, согласно Священному Корану, о том, что человек не обладает свободой выбора и является вынужденным в своих деяниях. Его деяния, его поступки предопределены Богом. И мы коснулись трех точек зрения, которые существуют среди мусульман. Это две крайности. Одна, которая гласит, что человек абсолютно лишен свободы выбора. И вторая точка зрения, что человек не только обладает свободой выбора, но и более того, Бог не могущ, бессилен перед деяниями людей. То есть, если человек захочет совершить то или иное деяние, то Бог не могущ, не силен предотвратить эти деяния. Или наоборот, заставить человека сделать что-либо. То есть, человек абсолютно свободен в своем выборе, в своем поступке, в своих деяниях. И Бог никакого влияния на его поступки, на его деяния оказать не может. И третья точка зрения, согласно которой истина находится между этими двумя крайностями. Ни то и ни другая точка зрения не является истинами. То есть, человек не обладает абсолютно свободой выбора, но при этом обладает свободой выбора в определенной мере. не является в вынужденном своих поступках и, как следствие, несет ответственность за свои поступки. Мы в конце прошлого урока говорили о том, каким образом убежденность в том, что человек лишен свободы выбора, возникла среди мусульман. Ведь аяты Священного Корана ясно свидетельствуют о том, что это ложное убеждение. Итак, разберем несколько причин, которые послужили возникновению этих убеждений среди мусульман. Как указывают некоторые выдающиеся и авторитетные мусульманские историки, имеются две исторические причины возникновения этих убеждений. Возникновение убеждений в абсолютной предопределенности, когда человек абсолютно лишен какого-либо выбора. Первая причина заключается в том, что, когда к власти пришли аммияды, одним из первых, из которых был Муавия ибин Абу-Суфиан, и остальные представители этой династии, то они столкнулись с рядом проблем. Эта власть, эта династия столкнулась с рядом проблем. Первой проблемой было то, что очень многие племена, очень многие группировки, очень многие политические силы поднимали восстания. Поднимали восстания против этой династии, этой власти, аммиядской власти. Оправдывали эти восстания, каждая группа оправдывала по-своему. Но многие из них, очень многие из них, считали причиной своего восстания желание угодить Богу. То есть, они считали, что это богоугодное дело, что это необходимо сделать ради религии, ради Бога. И здесь аммияды нашли выход из этой ситуации. Они решили зацепиться за одно из неопровержимых исламских убеждений, о которой мы говорили ранее, то есть, когда и когда предопределение о том, что все происходит по предопределению Бога, все происходит по воле Бога. Об этом мы говорили ранее. И также подчеркивали, что это не противоречит свободе выбора, не противоречит свободе воли человека. Но при этом аммиядские правители решились воспользоваться этим исламским, неопровержимым, однозначным исламским убеждением и предотвратить эти восстания. Они говорили, что наша власть, она предопределена Богом, что мы находимся у власти, потому что Бог так предопределил, потому что Бог так захотел. Почему? А потому что ничего не происходит, кроме как по воле Бога. А раз мы пришли к власти, значит, так захотел Бог. Таким образом, они отбивали желание у людей поднимать восстание. Отбивали у них желание как-то противодействовать им, проявлять свое недовольство их правлением, их властью. И с другой стороны, аммиядские правители, как известно, из историй, из достоверно дошедших до нас историй, были людьми далекими от праведности, были людьми далекими от религии. И даже более того, многие из них были откровенными врагами религии и религиозных заповедей. И, как следствие, совершали множество преступлений, множество нечестий, множество грехов. То есть, они ни в коем мере не вели себя, как правители мусульман, или, как они себя называли, правители и повелители правоверных. Они вели себя абсолютно неподобающим образом. В частности, распивали спиртные напитки, угнетали народ, обогащались за счет казны, обдирая простых мусульман. И здесь, конечно же, среди людей росло недовольство, видя все это. Люди не хотели видеть у власти этих людей, но, зацепившись за все то же самое исламское убеждение о предопределенности всего, они внушили людям, или, по крайней мере, старались внушить людям, что все это происходит по воле Бога, что так угодно Богу. А раз так угодно Богу, то нет никакого смысла мусульманину и верующему проявлять недовольство. Потому что проявление недовольства, то есть ситуации, в которой они находились, то есть, когда находились под властью аммиядов, под властью тиранов, что все это угодно Богу, и возражение в данном случае этой ситуации является возражением самому Богу. И таким образом аммияды послужили возникновению этих убеждений, этих взглядов. Ну и как следствие выдумывали соответствующие предания, выдумывали соответствующие доводы и доказательства, чтобы доказать, что человек лишен свободы выбора, что от человека ничего не зависит, что от этих правителей, от аммиядов ничего не зависит, все, что происходит, совершается Богом. Все это делает Бог на самом деле. Они послужили причиной возникновения этих убеждений, а последующие правители воспользовались этим инструментом ради подавления, восстаний и для того, чтобы погасить недовольство среди народа. Это первая причина, которая упоминается историками. И вторая причина – это участие в мусульманской общественной жизни, в мусульманской религиозной жизни в первых веках. Участие бывших христианских и бывших иудейских священнослужителей. Дело в том, что многие христианские священнослужители и в особенности иудейские священнослужители принимали ислам. И приняв ислам, они внедряли, осознанно или неосознанно, внедряли в мусульманскую общину, в среду мусульман, внедряли те убеждения, которые были у них до ислама, то есть в христианстве или в иудаизме. И как мы знаем, среди этих религий, среди этих конфессий имеется убежденность в отсутствии свободы выбора. И как следствие, эти бывшие иудейские и христианские священнослужители, став мусульманами, частью мусульманской общины, внедряли и сыграли во внедрении этих убеждений мусульманского общества, мусульманскую среду в большую роль, очень значимую роль. Здесь, конечно, все происходило совершенно разным образом. Например, они приводили определенные истории, истории, приводили истории или определенные постулаты, определенные утверждения из Библии и приписывали это исламу, преподносили это как исламское убеждение. Это довольно-таки распространенное явление было в то время. Имеется и третья причина возникновения этих убеждений среди мусульман, которые, как правило, историками не упоминаются, так как являются чем-то теологическим. Являются теологической причиной возникновения убежденности в абсолютном отсутствии свободы выбора человека. Дело в том, что многие исламские убеждения, как мы говорили в начале предыдущего урока, многие исламские убеждения навевают мысль о том, что человек лишен свободы выбора человека. Я напомню, мы говорили об этом на прошлом уроке, я всего лишь напомню несколько примеров. Например, убежденность в том, что Бог един в Своем созидательстве, если только Он созидает, если только Он управляет, потому что эти убеждения являются частью исламских убеждений. Ислам утверждает, Коран утверждает о том, что нет Бога, кроме Единого, нет управляющего, кроме Единого, нет владельца, кроме Единого, нет Создателя, кроме Единого. Все это навевает на мысль о том, что действия человека также совершаются Богом, и что человек лишен какой-либо свободы выбора в данном вопросе. Это одна сторона. Но есть и другая сторона, заключающаяся в том, что некоторые священные тексты, достоверные священные тексты, это аят священного Корана, или некоторые предания от его светлости пророка Мухаммада, были неправильно поняты частью мусульман, которые, увидев и столкнувшись с этими аятами, решили, что эти аяты утверждают об отсутствии какой-либо свободы выбора у человека. Это основные причины возникновения этих убеждений среди мусульман. То есть, в первую очередь, это амиядская власть и вообще власть, которая имелась в первых века мусульман, и началось это с амиядов. Во-первых. Во-вторых, это бывшие иудейские, христианские священнослужители. И в-третьих, неправильное понимание некоторых аятов священного Корана и неправильное понимание некоторых неопровержимых убеждений исламских, таких, как Единобожие. Итак, это причины, по которым возникло это убеждение среди мусульман. И так как наше время подошло к концу, об этом мы более подробно поговорим на следующих уроках. И рассмотрим каждое из доводов этого убеждения и посмотрим, насколько оно верное. На этом я с вами прощаюсь. Вассаламу алейкум, ва рахматуллахи и ва баракету.